В названии показан наш некоторый опыт, который мы имеем в течение пяти лет, строя систему вместе с ФНС, гнивцы ФНС и восьмой центр, и те проблемы, которые у нас появляются, с которыми мы приходится сталкиваться. Хвастаться особенно, конечно, нечем, но тем не менее, все-таки на примере защиты портала ФНС в интернете, а это высокозагруженный ресурс, который чрезвычайно востребован, мы определили вот такие следующие проблемы. Сразу же на третьем. Третий слайд. Третий пункт. Как вы видите, нужно расшифровывать. Игорь Федорович, правда, мне в колуарах сказал, зачем ты расшифровываешь на входе, расшифровывая это внутри системы. Но, к сожалению, это не очень хорошо удается, потому что, как правило, система внутри строится прикладниками, а, так сказать, безопасники стоят снаружи, поскольку тоже импортное замещение распространяется не только на железные средства, но и на программные средства, поэтому приходится стоять снаружи. А тогда возникает проблема с расшифрованием. Вот там есть этот самый ОРМ, это на самом деле СОРМ. Вот оказывается, что мы как-то вплотную подошли к закону Теревую и не знаем, как это расшифровывать. Ну, на один ГИК мы нашли такие средства, значит, а сотню ГИК как? То, что это мне стойку делать? То есть 10 стоек по 10 шифраторов, да? Ну, вы сами понимаете, что это, конечно, невозможно, и это серьезная проблема. Но это еще не очень серьезная проблема, по сравнению с пятым пунктом. Посмотрите, дело в том, что если мы будем отправлять из корпоративного центра в центр сполошной поток, без его предварительного анализа, без его сортировки, то мы этот центр завалим. Вот в значительной степени сейчас ныне имеющиеся средства делают примерно это самое. А должны делать на самом деле вот что, что после того, как СИЭМ собрало данные, их нужно пропустить через экспертную систему. Скажите, пожалуйста, у кого есть экспертная система для СОПКИ, мы готовы рассмотреть и приобрести такую экспертную систему? Ну, вот, значит, у нас как-то принято все время ожидать очень быстрого успеха. Мы сразу раз-раз-раз, и все, значит, когда-то мы в 90-е годы пытались за 5 лет быстро перестроиться из коммунизма в капитализм, 20 лет прошло, мы до сих пор строимся. Ну, давайте вот остановимся на третьем пункте. Значит, он вытекает из второго, где отмечено, что система модифицируется практически ежемесячно. Это я, конечно, покривил душой не ежемесячно, а ежедневно, и в день по 100 раз. Причем 100 раз – это минимальная цифра. Вот такие изменения вносятся, как правило, в нормальную эксплуатируемую рабочую систему. А дальше нужно, значит, чтобы ваше подключение успевало это все охватывать. Поэтому никакой, кроме как внешней системы, оболочкой, укрывающей внутреннюю производственную систему, предложить не удается. И последний пункт, пятый, насчет подключения внутренних систем, те, которые не имеют выхода к интернету, как их подключать к СОПКе. Мне кажется, что все-таки подключать их к СОПКе не следует. Иначе это двухстороннее подключение, которое, как мы знаем, чрезвычайно сложное и, по крайней мере, для гостайны до сих пор толком не реализованное. Ну, вот еще один пласт, с которым мы столкнулись. Значит, ну, для корпоративной системы, систему СОПКа более-менее понятно, как строить. Есть даже несколько производителей, правда, их чрезвычайно мало, и конкуренции между ними совершенно недостаточно. Вот, но это, видимо, просто еще потому, что только 25 систем начали, так сказать, оснащаться этими инструментами. Поэтому мы надеемся, что производителей будет больше и, так сказать, работа с ними будет более эффективной для того, чтобы были более красивые, более эффективные, более удобные для эксплуатации системы. Так вот, все хорошо, ну, то есть не хорошо, а все-таки делается работа для корпоративных систем. А что же для массового пользователя? Вот мы все время забываем про нашего обычного гражданина. А на самом деле ведь обычный гражданин, он тоже является элементом этой системы. Это та самая критическая структура, которая, собственно говоря, и подвергается обработке. Ведь именно она на самом деле является главным потребителем. А там у нас как? У нас есть ЭВМ, есть внутренние программы и некий промежуточный центр обслуживания. Ну, а дальше центр, да? И чего здесь нет? Здесь нет промежуточной стадии. То есть с массовым пользователем никто не хочет работать. А можно ли построить подобную работу? Ну, я не знаю, может быть и можно, но, кстати, вот бизнес на уровне абонентского техобслужения в области информационной безопасности для обычных граждан, он как-то реализован весьма слабо. Я даже не знаю эффективных примеров. А между тем, рынок-то тут огромный, ведь массового пользователя десятки миллионов, даже если по рублю, уже неплохо получается. Вот. Теперь, как можно построить эту систему? Мне кажется, что можно построить исключительно на инициативе построения удобного устройства. Причем такого устройства, который бы, ну, естественно, не устройства, а программы, такой программы, которая бы вставала в режиме плак-н-плей и была бы достаточно универсальной. Ну, своеобразный отечественный файвол. Ну, правда, при слове отечественный файвол я-то уже начинаю внутри содрогаться, поскольку для этого нужен заказчик. Ведомства, к сожалению, не имеют по нынешнему законодательству, не имеют права заказывать нировские или окровские работы, а могут только покупать почти готовые продукты. А как бы получается, что и заказать-то некому. Вот вначале я говорил своего выступления по поводу коммутатора. На самом деле, для того, чтобы сделать где-нибудь аналог трехтысячной циски или даже пятитысячной циски, нужно, чтобы всего 30 миллионов долларов и два года работы, как сейчас более-менее понятно, для всех, кто анализировал айпичный протокол. Ну, тем не менее, значит, его нет. Ну и файвола тоже, конечно, вот этого нет. А на самом деле вот такой бы файвол сделать, ну и продать его по 10 рублей. И тогда бы мы в значительной степени защитили. Однако тут возникает проблема относительно сертификации. А как же нам сертифицировать? Потому что даже по КЦ-1 он не пойдет. Потому что КЦ-1 слишком жесткие требования для массового потребителя. Обратите внимание, что, между прочим, наш массовый потребитель, он даже электронную подпись квалифицированно не может употреблять. Ну, потому что на самом деле квалифицированной подписи нет в массовом секторе. И все там разговоры 63-го закона о том, что у нас может быть массовый электронный документ, оборот, юридический, значит, они бессмысленны, поскольку у массового потребителя нет условий для возможности установления квалифицированной подписи на своем рабочем месте. Вот, поэтому нужна какая-то более гибкая система. Но вот я тут, к сожалению, не могу предложить ничего. Это большая и сложная задача, которую я все-таки, надеюсь, регулятор решит. Ну, и в заключении, вот, относительно того, будет ли массовый пользователь тотально подключаться к госсопке, в первую очередь, мотивируя тем, или опасаясь от того, что эта программа, может быть, как-то следит за ним, и захочет ли массовый пользователь подключаться к ФСБ напрямую. Если с операторами связи более-менее понятно, хотя их две с половиной тысячи, и непонятно, почему они до сих пор не подключились, хотя они все являются элементами критической инфраструктуры, так? Ну, еще корпоративные пользователи, эти операторы, они могут, так сказать, работать нормально с нынешней схемой СОПК, поскольку, ну, они подключены минимум к двум операторам связи, и, так сказать, тут можно. А как быть индивидуальному потребителю, а как быть организацией, те, которые подключены к одному оператору? Вот у нас тут недавно Одинцовский Ростотелеком на два дня отключился, так весь Одинцовский район стоял практически без связи. И какая уж тут реакция на компьютерный инцидент? А что такое компьютерный инцидент? Это, между прочим, одна из проблем, с которой мы столкнулись, потому что экспертной системы нет, и что же, получается, что придется все обрабатывать вручную? Ну, вручную, конечно, можно обрабатывать, только эффективность от этого никакая. И тогда возникает связь и неприятный вопрос. Отказоустойчивость входит в сферу СОПК или не входит? А с отказоустойчивостью у нас, естественно, очень большие проблемы, потому что непонятно, кто это регулирует. Вроде бы и Минкомсвязи не регулирует, поскольку это компьютерная, это, кстати, отказоустойчивость, но МЧС-то точно это не регулирует. Поэтому вот устаревшие ГОСТы, там, 1994 года, они, конечно, имеются, только не обязательно для исполнения. Ну и в заключении. Как ни странно, это СОПК и ЖДПР. Я вообще тему ЖДПР очень люблю, потому что она нас сильно касается. И тут нам все, особенно Роскомнадзор, недавно на учебе безопаснее, в ПНС заявил, что у нас все прекрасно, что с ЖДПР мы договорились, и с европейцами у нас все чудесно. Вот только очень хотелось бы, вот, как бы, так сказать, такого утверждения получить от регуляторов, что если мы исполняем 152-й закон, так, то он полностью защищает владельцев от ИТКС, владельцев ИТКС от ЖДПР, и СОПК не нарушает конфиденциальности персональных данных. Вот. А так мы сейчас ждем фактически реализации первой реализации наказания за инцидент информационной безопасности по закону ЖДПР. Вот в этом неприятном ожидании мы и находимся сейчас. Ну и в заключении я хочу всем пожелать достичь успеха в установке того небольшого количества средств и сил, которые у нас есть для реализации закона по СОПК. Спасибо.